МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По данным расследования, опубликованного в Германии, следы от диверсии на газопроводах «Северный поток» ведут в Украину. Адвокацию председателя движения в защиту прав избирателей Григория Мельканьянца Михаил Бирюков о том, на чем строится обвинение против его подзащитного. Так же сегодня. Так выглядят, видимо, свободные демократичные СМИ. Даже слова не меняют. Такая строгая у них методичка. Так выглядят свободные демократические СМИ. Даже слова не меняют. Такая вот строгая и одна на всех методичка. Одни и те же ноты, как соревнуются между собой телеведущие Ольга Скобеева и Евгений Попов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Следственный комитет России официально подтвердил, что Евгений Пригожин погиб 23 августа в авиакатастрофе, которая произошла в Тверской области. Сообщение пресс-секретаря Следственного комитета генерал-майора юстиции Светланы Петренко по этому поводу было очень кратким. В рамках уголовного дела о крушении самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам, личности всех 10 погибших установлены. Они соответствуют списку, заявленному в полетном листе. Это была пресс-секретарь Следственного комитета России Светлана Петренко. Вернувшийся из отпуска пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался ответить на вопрос журналистов, кто теперь возглавит ЧВК «Вагнер». Журналистов интересовало, в частности, может ли стать главой ЧВК «Вагнер», бывший начальник штаба этого ЧВК, полковник в отставке, герой России Андрей Трошев. И вот ответ Пескова. Давайте не забывать, что такой структуры нет. Не существует Де Юра, ЧВК «Вагнер». Существует, действительно, группа «Вагнер». И президент неоднократно говорил, которая внесла большой вклад в ход специальной военной операции. И вчера и Пушилин говорил о том, что она внесла большой вклад в освобождение многих районов Донецкой Народной Республики. И эти гетогеройства этих людей никогда не будет забыто, об этом говорил президент. Но что касается будущего, сейчас я ничего вам сказать не могу. Я не знаю. Можно ли сказать, или это тоже еще, конечно, рано, что Андрей Трошев рассматривается в качестве преемника Евгения Пригожина? Это не к нам вопрос. Он кем должен рассматриваться? Вот вы задаете вопрос мне. Вот я вам только что сказал, что ДД Юра, такой не существует организация. Ну, в качестве там лидера группы Вагнера. Ну, понятно. Его что, кто-то должен назначить по-вашему? Ну, я не знаю, спрашиваю. И я тоже не знаю. Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Строго говоря, совсем недавно появлялись сообщения о том, что юридическое лицо группы Вагнера было зарегистрировано, но не в России, а в Белоруссии, после того, как туда была передислоцирована часть личного состава ЧВК «Вагнер». Александр Лукашенко, после попытки мятежа в России в июне, публично дававший гарантии безопасности Пригожину, как и многие другие, на прошлой неделе долго не давал комментариев по поводу предполагаемой смерти Пригожина, выжидая, когда такой комментарий даст Владимир Путин. И после заявления президента России выступил и он. Я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина. Это во-первых. Во-вторых, никогда об этом в таком ключе разговор не шел. А в-третьих, запомните, по безопасности, мы дважды подходили к этому вопросу. Первый раз, когда я ему звонил, и шли переговоры вот эти, когда они маршем шли на Москву. У нас такие давно отношения, не за все близкие. Но я его хорошо знал, он меня знал. И когда шел разговор, я ему говорю, Жень, ну ты понимаешь, что ты погубишь людей и сам погибнешь. В пылу этот, человек только с фронта. А, черт с ним, погибну и так далее. Я ему говорю, Жень, ну я сейчас тебе вышлю в Вировку и кусок мыла. Не-не-не, я так не хочу. Я героем погибну. Вот первый забор шел. Второй раз, когда он приезжал ко мне, я его категорически, он с Димой Уткиным был, я категорически их обоих предупредил. Ребята, смотрите, я не могу представить, что это сделал Путин. Что вот это виноват Путин. Слушайте, слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло. Это не похоже на Путина. Но, что бы там ни случилось, как бы ни случилось, все равно это свалят на Путина. Ну у нас система власти, что в Беларуси, что в России такая. Случилось какая-то пак, и кто виноват? Лукашенко виноват, зачем долго искать? Тот же так и на него. Но я говорю, это грубая, такая мерзкая, ненормальная работа. И я далек от того, чтобы думать, что это сделал Путин. Это был Александр Лукашенко. Грубая, непрофессиональная работа, сказал авторитарный белорусский лидер. А помните путинское? Если бы хотели отравить, отравили бы. Так или иначе, но теперь официально признана гибель сразу нескольких героев России, которых обычно хоронят с воинскими почестями. Дмитрий Песков не сказал, посетит ли Владимир Путин похороны Пригожина. Сначала, мол, нужно выяснить, где и когда он будет похоронен. По данным издания Фонтанка, в МВД очень нервничают, не имея достоверной информации по этому поводу. У Пригожина ведь много почитателей, в том числе и вооруженных. И как они себя поведут во время похорон, непонятно. И вот на этом фоне появилась информация, согласно которой власти сносят сейчас могилы вагнеровцев, погибших в Украине. Мой собеседник — журналист русской службы радио «Свобода» Марк Крутов. Марк, что это за история со снесенными могилами вагнеровцев? Действительно ли уничтожаются вот эти кладбища, на фоне которых в свое время и Евгений Пригожин давал интервью? Да, сам Пригожин приезжал на кладбище, видео с которого взбудоражило в пятницу социальные сети. Это кладбище в селе Николаевка, недалеко от Самары. Он действительно там лично открывал мраморную стелу. И вот самарский блогер, некоторые СМИ ошибочно назвали его наемником Вагнера, это просто блогер из Самары, записал оттуда видео, где показал, что венки, кресты сложны в кучу, а могилы ровняют землей. И все это подал как то, что кладбище уничтожают. После того, как самолет Пригожина потерпел катастрофу, и он сам предположительно в этой катастрофе погиб. На самом деле, об этом кладбище известно действительно давно, еще с весны этого года. Но, как довольно быстро выяснилось, ни о каком уничтожении кладбища речь не идет. Речь идет о его реконструкции. Более того, это реконструкция по образу и подобию кладбищ вагнерсов, которые уже таким образом были переделаны в воинские мемориалы. На западный, что называется, манер, похоже чем-то на Арлингтонское кладбище, под Вашингтоном знаменитое, вместо могил, с деревянными крестами, будут пирамидки черные, которые должны символизировать то, что вагнеровцы защищают родину, даже будучи уже погибшими. Такие могилки в ряд. Типичный военный мемориал. Есть проекты. Родственникам вагнеров об этом сказали еще до катастрофы самолета Пригожина, и объявлено об этом было еще до катастрофы. Работы эти были оплачены самой ЧВК Вагнер. Единственное, что неясно, будет ли этим планом что-то препятствовать после всех событий 23 августа. Интересно то, что большая часть родственников поддерживает такую реконструкцию, потому что за такой могилой не надо ухаживать, за нее не надо платить. Все расходы, как было им обещано, возьмет на себя компания или администрация города. Тут опять же вопрос, останутся ли эти договоренности в силе теперь или нет. Но есть и те, кто недоволен такой реконструкцией. Люди говорят, что они хотят, чтобы их родственники были похоронены под православными крестами. И есть одна проблема. Она заключается в том, что многие родственники узнают о смерти своих близких на войне в Украине с задержкой спустя 2-3 месяца. И если раньше они приезжали, в частности, на это же кладбище в Николаевке, и им разрешали эксгумировать останки и перезахоронить их где-то, где они хотят, как они хотят, то, конечно, после того, как это все будет закатано в бетон, и сверху будут эти мраморные пирамидки, это уже сделать будет невозможно. После этого в субботу появилось еще одно такое видео, которое тоже некоторые блогеры в соцсетях стали подавать, как видео уничтожения кладбища, якобы после катастрофы Пригожина, говоря о том, что власти России таким образом пытаются стереть память о нем. Оно было снято в городе Березовский под Екатеринбургом, но и там, как оказалось, идут ровно такие же работы, которые начались еще 10 августа, тоже делают из кладбища воинский мемориал, и об этом официально объявлялось еще до катастрофы самолета Пригожина, и ни о каком стирании памяти тут речь тоже не идет. Из сообщений в чатах вагнеровцев, с которыми я ознакомился, следует, что еще в нескольких городах планируются такие же работы. Родственникам говорят не вкладываться сейчас в могилы, потому что компания будет за свой счет превращать их вот в такие мемориальные кладбища, но желающие могут перезахоронить своих родных в другом месте. И, наконец, в воскресенье появилось видео из-под Иркутска, где, как утверждали некоторые запостившие его комментаторы, показано, как сожгли кладбище вагнеровцев под Иркутском, тоже якобы потому, что теперь Пригожин предположительно погиб, и надо всю память о нем стереть. Это видео тоже оказалось фейком, оно было снято в апреле 2023 года, когда журналисты издания «Люди Байкала» впервые обнаружили это захоронение под Иркутском, действительно. И смысл в том, что в это время в Иркутской области земля так промерзает, что просто так выкопать могилу невозможно, и поэтому, чтобы вообще осуществить захоронение, сначала его прожигают огнем, специальными кострами, цинковыми листами, там как-то еще, и только потом тогда землю можно копать. Это было еще апрель, очень холодно. И вот сейчас такие фейки плодятся один за одним, но, наверное, теперь уже после того, как стало ясно, что ни в Иркутске, ни в Екатеринбурге, ни в Самарской области речь об уничтожении кладбищ не идет, ну, посмотрим, может быть, этих фейков теперь станет меньше. Но, повторюсь, какие-то проблемы с этим связаны, конечно, у родственников агнерсов будут, потому что после того, как кладбище в бетоне, в мраморе, что-то сделать с телами своих родных уже будет невозможно. Моим собеседником был журналист-расследователь русской службы радио «Свобода» Марк Крутов. Вы слушаете «Время свободы». Средства массовой информации в Германии опубликовали результаты расследования, согласно выводам которого подрыв трех из четырех ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в Балтийском море десять месяцев назад могли осуществить диверсанты из Украины. Один из них, это военнослужащий ВСУ, был журналистами идентифицирован. Подробности я попросил рассказать нашего корреспондента в Берлине Анну Розе. Анна, о чем говорится в опубликованных расследованиях и насколько авторитетны издания, которые это расследование опубликовали? Это расследование было опубликовано в журнале «Спигель». Истания «Спигель» имеет также свой интернет-портал, но расследование велось совместно со вторым каналом германского телевидения, каналом «ЦДФ». Эти два СМИ пользуются беспрекословной репутацией, и они, это известно, проводят глубокие, серьезные расследования. Журналисты вскрыли все источники и, в общем-то, всю подоплеку этого события, а именно начиная с планов, которые были известны разведке Норвегии и разведке США. Эти разведслужбы сообщили о своих расследованиях также немецкой службы разведки. Немецкая служба разведки сообщила это в администрацию канцлера, и в Спигеле показывается очень хорошо, что администрация канцлера не захотела афишировать эту информацию. И Вольган Шмидт, глава администрации канцлера, хотя знал об этом очень хорошо, но не информировал другие подразделения различных служб разведки Германии, поэтому никто об этом не знал, и никаких мер невозможно было принять, потому что разведслужбы и органы, различные органы ФРД не знали о планирующейся диверсии, об этом нападении. Шпигель исходит из того, что все спецслужбы других стран также склоняются к тому факту, что эта диверсия была спланирована какими-то украинскими силами, либо это были украинские националисты, говорится Шпигель, либо это было известно кому-то из генерального штаба Украины. То есть при таких диверсиях, при таких федерациях обычно государственная верхушка не информируется, или в общем-то они держатся в тайне от властей, от президента. Однако же, допустим, политик от оппозиционной партии, Христианско-демократический союз, Родорфь Кизовета, сказал в этой статье, в интервью газете Шпигель, что не исключено также, что, может быть, эта операция проводилась под так называемым фальшим флагом, и не исключено, что, может быть, даже российские спецслужбы так положили все следы, чтобы они вели в сторону Украины. Все-таки какая-то официальная реакция последовала? Да, на запрос Шпигеля министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер ответила буквально тремя предложениями, что в случае, если будут установлены инициаторы и преступники, их необходимо будет представить перед судом и наказать, потому что граждане Германии имеют право на то, чтобы всячески защищалась и безопасность, и больше министр внутренних дел ФРГ ничего не сказала. Шпигеля тоже содержится намек на то, что и администрация канцлера не особо усиливает расследование, потому что идеальное управление уголовной полиции оснащено просто минимально, там небольшая команда, которая занимается этим. Никаких международных запросов в Украину не следует, потому что ответ, естественно, будет негативным, и сельская команда опасается, что будут также уничтожены следы, если федеральное управление уголовной полиции направит запрос в Украину. Все знают, что Украина тоже никого не будет выдавать. Про опубликованное в немецком журнале Шпигель расследование, посвященное обстоятельствам подрывов ниток газопроводов Северный поток и Северный поток-2, рассказывала наш корреспондент в Берлине Анна Розе. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в понедельник, 28 августа. Тема выпуска «Представляю я, Андрей Широградский». Сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельканьянс, против которого возбуждено дело по статье об организации деятельности нежелательной в России организации, остается под арестом. И вот что в интервью YouTube-каналу «Движение «Голос»» о том, на чем строится обвинение против Мельканьянса, рассказал его адвокат Михаил Бирюков. Статья предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет. Хотя там есть и возможность штрафа, и справ работы, но в самом строгом варианте это лишение свободы от 2 до 6 лет. И поскольку дело находится на контроле первого заместителя, руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, я полагаю, что следствие будет всеми силами стараться, аргументированно, потому что на сегодняшний момент обвинение абсолютно не выдерживает никакой критики, аргументированно с их точки зрения, обосновать обвинение и дать возможность прокуратуре потребовать максимального срока лишения свободы. По крайней мере, мы сталкиваемся с тем, что по политически мотивированным делам, и это дело, безусловно, относится к числу политически мотивированных, наши доверители, наши подзащитные получают достаточно большие сроки, если непредельные, то очень близкие к максимально предусмотренным по данной статье. Обвинение сконструировано очень замысловатым образом, потому что нужно доказывать, что движение «Голос» имеет отношение к Европейской сети организации по наблюдению за выборами, и доказывать это очень непросто. В первую очередь, первый тезис обвинения, на который нужно обратить внимание, что общероссийское движение в защиту прав избирателей «Голос» с точки зрения обвинения создано на базе ассоциации в защиту прав избирателей «Голос». Почему такая формулировка в третьем абзаце встречается? Потому что, насколько я понимаю, сейчас разбираюсь с документами, взаимоотношение с ЕНЕМО, европейской сетью, имело именно ассоциация в защиту прав избирателей «Голос», в отличие от общероссийского общественного движения. В принципе, следствие должно самостоятельно исследовать, входит ли движение в защиту прав избирателей «Голос» в состав ЕНЕМО. Суды, один из судов, сделал этот вывод на основании абсолютно безобразной экспертизы, которая не является, собственно, экспертизой в прямом смысле этого слова, поскольку вопросы ставились чисто юридически, а не лингвистически, не те вопросы, которые должны были ставить перед экспертом, проводившим эту экспертизу. Естественно, это мы будем тоже оспаривать. Таким образом, следствие сочло, что абсолютно, на мой взгляд, бездоказательно, что движение «Голос» входит в структуру ЕНЕМО. А в силу того, что после этого Григорий дважды выступил на заседаниях в ЦИКе, следствие сделало вывод, что в результате своих выступлений он своими умышленными действиями совершил организацию деятельности на территории Российской Федерации, международной неправительственной нежелательной организации. Вот такая очень сложная на слух конструкция, она и на взгляд очень сложная, но абсолютно умозрительная, сконструированная, очень искусственно, не искусно, а искусственно. И вот эту конструкцию нам предстоит разбивать. Это был Михаил Бирюков, адвокат сопредседателя движения в защиту прав избирателей «Голос» Григория Мельканьянца, против которого возбуждено дело по статье об организации деятельности нежелательной в России организации. В России заблокирован сайт правозащитной инициативы «Дело ЛГБТ-плюс», которая оказывает помощь, в том числе юридическую, представителям ЛГБТК-сообщества в России. В декабре прошлого года Владимир Путин подписал закон, запрещающий, цитата, «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола». Фактически этот закон ввел табу на обсуждение гомосексуальности и трансгендерности в любом отличном от негативного контексте. И вот что в интервью телеграм-каналу «Сота» заявила координатор инициативы «Дело ЛГБТ-плюс» Маргарита Шафранская. Интересно узнать о том, зачем нужно было блокировать сайт правозащитной инициативы, если наша деятельность не отнесена постановлением Конституционного суда к пропаганде. Наш сайт не содержал в себе пропаганды либо демонстрации однополых отношений. Через наш сайт люди направляли свои обращения для получения юридической помощи. Соответственно, мы считаем данное решение незаконным, мы будем его обжаловать, мы полагаем то, что для его вынесения потребовались лишь формальные признаки, никто не захотел разобраться в том, действительно ли мы пропагандировали либо демонстрировали однополые отношения или же нет. Мы подозреваем то, что это связано с возросшим количеством доносов, с усилением культуры доносительства в нашем обществе. К сожалению, в настоящее время функционируют на территории России гомофобные группировки, гомофобные сообщества, которые преследуют ЛГБТ-людей. ЛГБТ-организации пишут доносы и вместо того, чтобы защитить нас от их противоправных действий, представители органов государственной власти наоборот потакают и усиливают гомофобное настроение в нашем обществе, что впоследствии влияет на увеличение количества преступлений в отношении ЛГБТ-людей. Так, например, депутат Государственной Думы Николай Николаев публично заявил в стенах Государственной Думы о том, что юристы, которые защищают ЛГБТ-людей, возглавили преступную сеть, которая контролирует трансиндустрию. Безусловно, на подобного рода высказывания обращают внимание граждане России и, таким образом, это выливается в преступления на почве ненависти по отношению к нашей социальной группе. Говорила координатор правозащитной инициативы Дела ЛГБТ-плюс Маргарита Шафранская. И последнее на сегодня. У программы «Радио Свобода» лицом к событию есть приложение «Не вошло в эфир», которое в видеоформате делает моя коллега Елена Рыковцева. Очередной выпуск этого приложения посвящен самой знаменитой паре российского телевидения Ольге Скобеевой и Евгению Попову. Их голоса так узнаваемы после стольких лет их пропагандистской работы, что вот этот выпуск можно даже не смотреть, а слушать, что я сегодня и предлагаю вам сделать. Уверен, получите удовольствие. Шоу «Голос» бывает не только на Первом канале и не только по пятницам. Каждый будний день, утром и вечером, вы можете наблюдать творческое состязание одной супружеской пары на канале «Россия-1». Гениальный инсайд выдал и Джо Байден. После спортзала он вышел и заявил «Ничего удивительного, за всем в России стоит Путин». Гениальный инсайд выдал и Джо Байден. После спортзала заявил «Ничего удивительного, за всем в России стоит Путин». Крушение самолета Пригожина для старины Джо было ожидаемо. Вот прямо так и сказал. Крушение самолета Пригожина для старины Джо было ожидаемо. Так он и сказал. Эта пара всегда получает от своего дирижера одни и те же ноты. И дальше они между собой соревнуются. Кто лучше, ярче, выразительнее, убедительнее исполнит арию дня. Авиакатастрофа с Пригожиным сегодня на всех обложках. Авиакатастрофа с Пригожиным сегодня на всех обложках. Правда, заголовок на всех тоже почему-то один. Месть Путина. Правда, заголовок один. Месть Путина. Так выглядят, видимо, свободные демократичные СМИ. Даже слова не меняют. Такая строгая у них методичка. Так выглядят свободные демократические СМИ. Даже слова не меняют. Такая вот строгая и одна на всех методичка. Ну и, конечно, нельзя сказать, что Пригожиным единым сыт их репертуар. Там еще много героев произведений. К примеру, Реджеп Таип Ардаган. Еще один гвоздь этой песни. Одной на двоих. Выступил на этой русофобской сходке Ирдаган. По его словам, Турция не признает аннексию Крыма и сохраняет свою позицию в поддержку территориальной целостности Украины. Выступил на этой русофобской сходке Ирдаган. По его словам, Турция не признает аннексию Крыма и сохраняет свою позицию в поддержку территориальной целостности Украины. К слову, Эрдоган это заявляет не первый раз, но сейчас это выглядит как-то особенно странно. Ведь такую позицию Эрдоган подчеркнул накануне сентябрьской встречи с Путиным. К слову, Эрдоган это заявляет не в первый раз, но сейчас это выглядит даже как-то странно. Ведь такую позицию Эрдоган подчеркнул накануне сентябрьской встречи с Путиным. Переговоры пройдут в Москве, а не в Стамбуле, как настаивал Эрдоган. Сами переговоры пройдут в Сочи, а не в Стамбуле, как настаивал Эрдоган. Но в итоге передумал, согласившись лететь к Путину. Ну то есть мускулами Эрдоган решил поиграть перед Зеленским и Западом. Но в итоге передумал, согласился лететь к Путину. То есть мускулами Эрдоган решил поиграть перед Зеленским и Западом. Пока же турецкий президент призывает к немедленным российско-украинским переговорам, Заявляя, что окончание конфликта на Украине станет глотком свежего воздуха. Пока же Эрдоган призывает к немедленным российско-украинским переговорам. Заявляя, что окончание конфликта на Украине станет глотком свежего воздуха. Может Эрдогана в Ялту пригласить? Отличная локация для предстоящей встречи двух президентов. И еще более хороший ответ на все вопросы о принадлежности нашего с вами российского Крыма. Может быть президента Турции в Ялту пригласить? Там и воздух свежий. И отличная локация для предстоящей встречи двух президентов. Хороший ответ на все вопросы о принадлежности нашего с вами Крыма. Все эти песни поются для очень широкого круга аудитории. Но качество исполнения оценивают один-два человека. Какие-нибудь Громов и Добродеев. А это несправедливо. Вот вы сидите как обычно, спиной к телевизору. Кому из них вы повернетесь? К Ольге? Или Евгению? Пишите нам в чат. Открываем линии для зрительского голосования. Даже слова не меняют. 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 Такая вот строгая методичка. Это был информационный дайджест. Время свободы. Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст нужно слушать на сайте Радио Свобода. К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube Радио Свобода Live. Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал Время Свободы. Ну а у меня на сегодня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин